Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня хочется поговорить о друзах. Реагент редкого качества, который периодически, игроки, прокачавшие репутацию с драконьей экспедицией, выполнившие одно интересное условие, могут вылутать с почвы и с сумок различных, которые разбросаны по всему дополнению Dragonflight. Думаю, именно с воина стоит начать это повествование, потому что на воине у меня имеется ювелирное дело. И именно в ювелирном деле реализуются эти друзы. В первый пункт видео поговорим о реализации всех этих вылутанных друз, потому что, быть может, они у вас уже имеются. Для того, чтобы у самого ювелира появился рецепт, нужно, само собой, тоже вылутать эти друзы. Нужно пролутать бумажку, которая открывает доступ к сокровищу. И с этого сокровища, помимо обычной первой друзы, мы вылутываем еще и рецепт. То есть, если внимательно глянуть на воина, на его рецепты, то ониксовый он дается вообще всем абсолютно. Чуть позже об этом будет рассказано. Янтарный имеется, изумрудный имеется дракончик. Также имеется два других дракончика. Это сапфировый и рубиновый. Они выглядят так, только расцветка другая, да? То есть, тут синенький, тут будет зеленый, тут будет янтарный. Само собой, их можно продать на ауке. Друзы являются персональным предметом. Выкрафтить с помощью заказов спокойно можно. К примеру, у меня на ДК имеются эти друзы. Я сегодня на стриме закинул воину и спокойно прокрафтил просто-напросто этих питомцев. Закинул их на аук. Какова и будет дальнейшая судьба, узнаем. Для того, чтобы погрузить в эту тему вас, я специально зашел на твинка, на котором я ничего не делал, кроме сбора травы и руды. Для начала, конечно, потребуется 21 уровень с драконьей экспедицией. Но этот прогресс, он раскидывается абсолютно на всех персонажей всей учетной записи. Нам становятся доступны карты сокровищ для создания драгоценных дракончиков. И вообще, то есть, чтобы все это дело начать, мы подходим к мобу, который стоит сбоку от этой палатки. И нам требуется купить особую бумажку. Это бумажка карта друзы Оникса. Три нилторита, любого качества похоже, а второго, и 100 припасов. Купим. Камушки куплены, теперь можно купить эту бумажку. Буду ее называть бумажкой. Юзаем. И на карте, на берегах пробуждения, отображается сундучок. Нужно прилететь к этому сундучку. И если вы являетесь ювелиром, то с этой друзы, как и с любой другой при использовании бумажки, вы вылутаете рецепт еще на крафт дракончика. Если же вы не являетесь ювелиром, вы просто вылутываете друзу. Там зона на 70 уровень. Дракон у меня 65. Ну что, полетели. Теперь самое главное, очень аккуратно вести себя в этой пещере. Ничего не спули. Тут ходит элитник, который может неплохо так настучать. Замечательно, друза получена. И теперь, с помощью этой друзы-нилторита, я могу кинуть заказ на своего воина, находящегося на гордуне, и выкрутить себе ониксового дракончика, которого просто-напросто продам на аукционе. Почему бы и нет? Их и так уже очень и очень много. Делать это можно на каждом твинке. Делать это вы можете и вы. То есть, если у вас имеются друзы, то просто-напросто кидайте заказом на воина моего, и я вам выкручу питомца. Голды за это вообще не возьму. Смысл. За это неплохо прокачивается наук. К тому же, смысл. Просто-напросто за такие крафты требовать золота. Смысла в этом нет. Я еле как выбрался из этой пещеры. Но теперь, в тот момент, когда я буду пролутывать почву, купив лопатки в драконной экспедиции, когда я буду пролутывать сумки, мне может выпасть бумажка на открытие какой-либо другой друзы и, вылутав ее, я смогу отправить заказ и получить еще одного питомца. Это действительно круто. Как мы прекрасно знаем, у нас в Вою еще и ачивы имеются на поиске различных сокровищ. И сбор абсолютно всех друз является тоже ачивой. То есть, сокровище берегов пробуждения, к примеру, требуется Друза Оникса и Друза Рубинов. Если станем повыше, сокровище Дальдразуса, то тут требуется какая-то Друза. Да, Янтарная. Равнины Анары, по-моему, Друза Изумрудов. Все верно, Изумрудная. Лазурный Простор. Требуется Друза Сапфиров. К сожалению, я делал всю эту ачиву на ДК. И на Войне мне теперь просто-напросто приходится делать эти ачивы вновь ради того, чтобы просто-напросто получить эти рецепты с этих Друз. Как-то так. Надеюсь, полностью все понятно объяснил детально. И думаю, вопрос тот закрыт. Ювелиры смогут крафтить питомцев, а люди, не являющиеся ювелирами, другие игроки, смогут просто-напросто эти Друзы реализовать. Не стоит хранить их в банке, просто реализуйте. Кайфуйте от получения красивых питомцев, красивых дракончиков. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о розыгрыше. Ссылка на него в описании. До скорого!